МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 марта 2020 года принят закон Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, по которым полномочия по подготовке и проведению общероссийского голосования были возложены на систему избирательных комиссий. А вот уже 25 марта 2020 года президентом Российской Федерации был подписан указ о переносе даты общероссийского голосования. Данное решение, как вы все знаете, принято во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. С коронавирусом. Ну, после совещания, которое прошло 1 июня 2020 года, со структурами Роспотребнадзора, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, президентом Российской Федерации, была определена дата голосования. Это 1 июля 2020 года. Ну, пока еще мы выходим из ситуации пандемии, когда был наложен ряд ограничений. Но, тем не менее, как было сказано президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем, приоритетом в этой подготовке для нас является жизнь и здоровье граждан. Мы должны обеспечить защиту членам избирательных комиссий, которые приступили к работе уже с 5 июня 2020 года. При проведении общероссийского голосования для удобства, доступности и безопасности наших граждан, будут применяться следующие алгоритмы голосования. Во-первых, это проведение голосования до дня голосования. Это когда участники голосования в течение 6 дней до дня голосования могут прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос. Второе, это проведение голосования вне помещения для голосования. Это в том числе на придомовых территориях, населенных пунктах, в которых отсутствуют участки голосования, это отдаленные населенные пункты. Голосование будет проводиться в течение 6 дней до дня голосования. Ну и третье, это бесконтактное голосование на дому. Голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам. Традиционно будет широко применяться механизм голосования по месту нахождения или, как мы по-другому называем, мобильный избиратель. В перечень обязательных мер, средств защиты и профилактики входит измерение температуры перед входом на избирательный участок, наличие одноразовых масок, перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика, а также разметки социального дистанцирования. Ну, предусмотрены и, конечно же, и дополнительные возможности, которые будут обеспечивать удобство и безопасность избирательного процесса. Граждане пенсионного возраста должны будут соблюдать санитарно-педиологические нормы. Они, соблюдая, вернее, санитарно-педиологические нормы, они смогут проголосовать на дому. Участники голосования, члены избирательной комиссии, иные лица, а это у нас наблюдатели, представители средств массовой информации, представители правоохранительных органов, Ну, в общем-то, все те, кто будут находиться на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть масками, перчатками, санитайзерами. Будет обязательно проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. Планируем, при входе на участок будет организован температурный контроль. Кроме вышеперечисленных, на участках будут разведены потоки голосующих на вход и выход. В принципе, они не должны будут пересекаться. Мы не будем проводить подымовые обходы, чтобы не вызывать дополнительные опасения и не создавать риски для здоровья граждан. В основном будет делаться акцент на бесконтактные способы информирования. Это ролики на телевидении и в интернете, наружная реклама, это плакаты, памятки, листовки разных форматов, где будет информация о месте и времени голосования, о механизме мобильный избиратель, о голосовании вне помещения для голосования, о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников голосования. Информация в сети интернет и на наших сайтах. Это когда участники в течение шести дней до голосования, то есть с 25 июня по 30 июня, смогут прийти на участок для голосования, на свой избирательный участок и отдать свой голос. Комиссия будет работать в эти дни, наблюдатели будут присутствовать. Мы постараемся развести потоки граждан, чтобы избежать большого скопления людей, и постараемся обеспечить тайну голосования и прозрачность процедуры голосования. Голосование вне помещения будет проводиться, в том числе с 25 июня по 30 июня, на придомовых территориях, а также в отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют участки для голосования. Голосование будет проводиться, еще раз скажу, в течение шести дней до дня голосования. Этот вид голосования будет проводиться только в течение этих шести дней, уже в день голосования, 1 июля. Данный вид голосования не будет проводиться. Также будет, это третий вид голосования, бесконтактное голосование на дому. Поэтому это граждане, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, например, они смогут позвонить в избирательный участок, в этот раз не требуется заранее писать заявление. Они достаточно будет звонка в комиссию, оговаривается удобное время для голосования и также они могут передать просьбу через знакомых, волонтеров, которые смогут подойти в избирательный участок и попросить, чтобы приехали к тому или иному человеку для проведения голосования. Также соответствующее обращение можно будет подать через портал госуслуг. Комиссия выезжает для организации голосования на дому в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно присутствие представителей средств массовой информации, если участник голосования не будет против их присутствия. Участнику голосования выдается так называемый комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, защитную маску, перчатки, авторучку. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования должны соблюдать санитарное дистанцирование. Гражданин заполняет бюллетень дома, расписывается в заявлении о голосовании вне помещения, заполученный бюллетень и само заявление о просьбе, чтобы он проголосовал вне помещения, то есть на дому. Затем бюллетень опускается в переносной ящик для голосования и опускает заявление в специальный отсек. Напоминаю, что в период проведения общероссийского голосования также будет широко применяться механизм мобильный избиратель. Уже многие наши участники голосования знакомы с этим механизмом. Нам также еще предстоит внимательно изучить резерв состава участковых комиссий, потому что если вдруг кто-то заболеет, чтобы мы экстренно могли заменить человека в этот важный период. Могу сразу сказать, что начиная с 5 июня 2020 года члены территориальной избирательной комиссии, которые приступили уже к работе, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, перчатками, масками и антисептиками. В дальнейшем при работе с нашими участниками голосования будут применяться самые строгие меры защиты. Члены комиссии будут находиться в масках в день голосования, в защитных экранах, в перчатках. А участники голосования в течение 6 дней до дня голосования, попросту это как раньше мы называли досрочное голосование, и 1 июля будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, это тоже масками, перчатками на входе в участок, и на выходе они смогут воспользоваться дезинфицирующим средством. У каждого будет одноразовая отдельная ручка, которую он потом может заберет с собой. У нас будут размечены участки, то есть будут выделены определенные дорожки, по которым избиратели смогут пройти, взять бюллетень. Я вот вкратце расскажу. Каждый голосующий, приходя на избирательный участок, в самом начале при входе будет проверен температуром. Затем они проходят к столу, где будут установлены дезинфицирующие антисептики, обрабатывают руки. Потом они подходят к столу, получают маску, перчатки и одноразовую ручку, а потом проходят уже к члену участковой избирательной комиссии для получения бюллетеня. Я вот сегодня обращаюсь к жителям Минаульского района. Все-таки в течение шести дней воспользоваться правом прийти проголосовать до дня голосования. То есть в течение шести дней с 25 по 30 июня. А так как день для голосования, который определен 1 июля, является выходным днем, все, кто проголосует заранее, получат законный выходной, который можно будет провести с семьей дома. Поэтому мы будем призывать, чтобы в течение этих шести дней участники голосования пришли на избирательный участок и проголосовали во избежание скопления участников голосования 1 июля. Избирательные участки будут работать 25, 26, 29 июня с 16 до 20 часов, 27, 28 июня с 10 до 14, 30 июня будут работать с 9 до 14, ну и 1 июля, это день голосования, общероссийского голосования с 8 до 20 часов. Вы также можете позвонить по телефону в участковую избирательную комиссию и сказать, что по состоянию здоровья вы не сможете прийти на избирательный участок и к вам приедут члены участковой комиссии. В таком случае личного контакта постараемся тоже, чтобы не было. Сам бюллетень будет запечатан, пакетик, вместе с индивидуальными средствами защиты и с одноразовой ручкой. Еще раз уж напоминаю. Мы передадим этот пакетик, участник его сам откроет, достанет бюллетень, проголосует и отдаст его уже не в руки члена участковой избирательной комиссии, а опускают непосредственно в переносной ящик для голосования, а заявление там в отдельный отсек. По возвращению членов участковой комиссии уже по окончанию дня голосования этих бюллетеней опечатываются, опломбируются, при этом будут присутствоваться наблюдатели, и эти пакеты опечатаны, будут убраны в сейф. И только в день голосования 1 июля они вскроются и уже опустятся в стационарный ящик. Если вы знаете, что в день голосования 1 июля вы уедете в другой населенный пункт, или же вы приехали с другого населенного пункта и не успели проголосовать досрочно, заранее вернее, то у вас есть три способа разрешения этой ситуации. Во-первых, если у вас есть аккаунт на сайте госуслуги, вы можете кликнуть на иконку голосования и перерегистрироваться в том населенном пункте, в котором вы будете находиться. Данные автоматически поступают в территориальную избирательную комиссию, в избиркома, вернее, мы вычеркиваем вас из списков избирателей в одном городе и вносим в список избирателей в другом городе, где вы соизволили проголосовать. Во-вторых, если у вас нет аккаунта на сайте госуслуг, вы можете прийти в многофункциональный центр, на период пандемии у них есть свое окно, где можно подать заявление и тоже перенести свое место голосования. Ну и в-третьих, вы можете прийти с заявлением в территориальную избирательную комиссию, по которому примут у вас заявление, обеспечат вам тоже меры безопасности, и по которому вас вычеркнут из одного списка голосования и переносят в другой. Мы уже начали в территориальной избирательной комиссии принимать заявление с 5 июня, и продолжим это до 21 июня. Ну вот, таким образом, вы уже имеете право проголосовать в любой точке Российской Федерации, и даже за границей, там, где у нас есть места, где будут проходить голосования. Будет ли применяться дистанционное голосование? Процесс подготовки проведения удаленного голосования, это технически очень сложный процесс, к которому очень нужно серьезно подойти, подготовиться. Мы знаем точно, что в день проведения общероссийского голосования только 5 регионов будут участвовать, голосовать удаленно. Это в городе Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Несколько регионов подали заявление, но пока они еще рассматриваются. Ну, я думаю, что в дальнейшем во многих регионах будет применяться эта система. В любом случае, это будущее избирательного процесса, когда вы сможете, открыв компьютер, нажав на кнопку участия в голосовании, получить специальный код на телефон и проголосовать, не выходя из своего дома. Ну, причем, я думаю, что это не такое далекое, а все-таки ближайшее будущее. Конкретные сроки прогнозировать не будем, но думаю, что в ближайшие год-два точно проведем экспериментально на одних выборах это голосование. Как нам, нас заверили в Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, что, возможно, даже если мы все это успеем подготовиться, проведение такого голосования уже в сентябре, в единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Каким образом вы выстраиваете взаимодействие с наблюдателями на избирательных участках? На общероссийском голосовании обязательно будут присутствовать наблюдатели, как мы говорили ранее. Это независимые общественные наблюдатели, которые проходят процедуру регистрации через общественную палату. Мы понимаем, что общественная палата проводит огромную работу. Она работает с общественными организациями, с политическими партиями, с неравнодушными гражданами. В ближайшее время, скорее всего, и у нас в районе будет сформирован список наблюдателей от общественной палаты. И они проведут обучение этих наблюдателей. Наблюдатели, которые будут работать в день голосования 1 июля и 6 дней до дня голосования, они обязаны присутствовать при проведении голосования, они будут также обеспечены всеми средствами защиты. Планируется где-то около 400 наблюдателей, но специфика работы наблюдателей будет отличаться немножечко от предыдущих выборов. Это будут наблюдатели не от партий, не будет присутствовать политическая конкуренция. Наблюдатели будут наблюдать за процессом, а не за комиссиями, как это бывало раньше. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала председатель территориальной избирательной комиссии Римма Гафиатулина. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставлены По данным МЧС в республике ожидается переменная облачность местами кратковременной дожди, грозы днем град, ветер переменных направлений 0,5 метров в секунду, при грозах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 22, плюс 27, по югу до плюс 32 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. 13 и 14 июня Министерство финансов Российской Федерации проводит семейный финансовый фестиваль в онлайн-режиме. Вы узнаете, как оптимизировать личные и семейные бюджеты, снизить кредитную нагрузку, получить социальную помощь от государства. Участие в фестивале бесплатное. Обязательно предварительная регистрация на сайте www.familymoneyfest.ru Вопросы отправляйте по почте Территориальная избирательная комиссия Инаульского района сообщает о режиме работы в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С 5 по 29 июня включительно в рабочие дни с 10 до 20 часов перерыв с 13 до 14 часов. Выходные и праздничные дни с 10 до 14 без перерыва. 24 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Участковые избирательные комиссии работают с 16 по 29 июня включительно. В рабочие дни с 10 до 20 часов. В выходные и праздничные дни с 10 до 14. 24, 25, 26 и 29 июня с 16 до 20 часов. 30 июня с 9 до 14 часов. Существуют ли меры пожарной безопасности в лесу? Безопасность леса – это ваша безопасность. МЧС России.